Всех приветствую, дорогие друзья! Челябинские рабочие записали классное обращение министру труда. Такое видеообращение можно написать практически каждому руководителю любого министерства. Да что там говорить самому президенту? Ирония этого обращения каждого просмотревшего троня до самой глубины. Путин еще совсем недавно в ответах на 20 вопросов рассказал, что у нас среднего класса 70%. Конечно, в каждой стране средний класс разный. Это во сколько же раз оторвался и пошел камнем вниз наш средний класс от высшего? И как это так получилось? Здесь дело даже не в том, как сам выглядит министр труда. Да, он не Шварценеггер, но создается такое впечатление, что на морот он точно не выживет. А кто выживет на такую зарплату? Какой министр? Вот и пишут рабочие такие обращения. Думаю, что их все-таки услышат. Дорогой наш министр труда и социальных отношений пишет вам Гибщик Труб, трубопрокатчик, водитель погрузчика и мастер участка. Знаю, что каждый ваш день начинается с длительных и мучительных дум о житии простого народа. Спасибо вам за это. За ваши труды праведные, за работу государеву. Спасибо за то, что мы при вашем чутком управлении стали жить, ну, в общем, живы пока. И отдельное спасибо. Хотелось сказать за ваши крутые законы и указы. Что не закон, то очередной шедевр. Например, оценили ваши идеи не включать обучение в УЗИ, трудовой стаж. Невероятно хороший закон о доп. образовании мужчин, находящихся в декрете. Не забыли мы и о том, как ваше министерство продвигало четырехдневную рабочую неделю. Безусловно, актуальный вопрос. Здорово, Антон Олегович. А теперь наши старики свои крохотные пенсии могут получать любой удобный для них день. Серьезное достижение. И, конечно же, важный закон, разрабатываемый Минтрудом, о грамотности чиновников. А самое главное, вовремя. А еще, Антон Олегович, мы читали, что вы утвердили список 50 наиболее востребованных профессий. Без этого списка мы бы до весны точно не дотянули. И особенно нам понравился закон о новом порядке начисления МРОД. Ну, наконец-то! Он больше не привязан ни к продуктовой корзине, ни к тарифам ЖКХ. А ее размер 12700. Это скачок. Качественный скачок в сторону паперки. Жаль, конечно, что на паперки ваше министерство направляет лишь работяг и пенсионеров, а не вас, наш дорогой Антон Олегович. Вы серьезно? 12700? Это что вообще такое было? Это прикол какой-то? Антон Олегович, а вы сами жили на этот щедрый МРОД? А мы живем уже третью неделю. Не просто живем, а работаем. Я перевожу, например, металлоконструкции. Я слежу за работой большого производственного участка. Я разливаю серную кислоту. Я гну трубы 12 часов смены. И живем на вашу адскую потребительскую корзину, где выдается на месяц 1 кг сахара и 200 г мяса. Где есть мука без дрожжей. Мы живем на 150 рублей в день. Это 2 сосиски в тесте или 2 гарнира и 2 супа на целый день. И не приведи Господь вам жить на минималку и внезапно заболеть. У нас в стране с животными обращаются итоги мании. Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения и прожить с нами хотя бы 1 месяц на минималку. И не пользоваться министерскими зарплатами, вашей крутой столовой, мерседесом. Ну хотя бы 1 месяц. С такими зарплатами и пенсии потом будут соответствующие. А при нашей системе вряд ли кто-то будет повышать зарплату. Если даже сам президент говорит, что 17 тысяч это уже средний класс. Перейдите тогда все свое правительство в средний класс. Потолок 17 тысяч и не более. И вообще погрузите их в то, что за все это время создано. Особенно больницы и поликлиники. Это получается как будто в разных странах живем. Никогда не просил, а сейчас попрошу. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях.